Ограничение по здоровью совсем не причина, чтобы забывать о физкультуре и спорте. Напротив, многие люди с такими возможностями активно занимаются различными видами спорта, показывая всем нам пример жизнелюбия и силы духа. В этом мы еще раз смогли убедиться, побывав на престижных соревнованиях открытой спартакиады Черноморского побережья «Мир без границ» среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. 23 октября в спорткомплексе «Лидерс» состоялись соревнования по настольному теннису среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, нарушением слуха и общими заболеваниями в рамках седьмого этапа спартакиады. В соревнованиях приняли участие 87 спортсменов из 13 муниципальных образований Краснодарского края и Республики Крым из города Героя Керчи. На торжественном открытии спортсменов приветствовал глава Славянского района Роман Синеговский. Я рад вас приветствовать в нашем славном выводе Славянского обувания. Мне очень приятно, что спартакиады без границ проходят именно у нас, потому что Славянский район – это длинный район. Я хотел бы, чтобы, во-первых, победил сильнейший, чтобы вы получили максимум эмоций, позитивного настроения, успехов, удачи и всего самого. Лидер общественной организации Краснодарского края «Мир без границ» почетный гражданин Славянского района Владимир Синеговский поблагодарил участников спартакиады за увлеченность спортом и стремление к преодолению трудностей. Спасибо вам, что вы нашли время и бросили все проблемы до наших успехов на это мероприятие. Это самое главное. Потому что вот эти все мероприятия, они делают это для того, чтобы как-то по времени чаще встречаться, общаться. Гостеприимный Славянск на Кубани с радостью принимает у себя различные престижные состязания. Здесь сделано все, чтобы спортсмены смогли соревноваться в прекрасных условиях при квалифицированном судействе. И в этих прекрасных условиях они проводят соревнования по настольному теннису. За один день выявятся все лидеры, победители, чемпионы этих соревнований. Но задача не такая уж вывести чемпионов, сколько участие этих людей с ограниченными возможностями в спортивных мероприятиях своей жизни. Ну, в Славянске на Кубани традиционно уже проводятся все соревнования всех рангов. От чемпионата России, там и детских соревнований. Также эти соревнования проводятся вот среди инвалидов и взрослых, и детей. Поэтому для этого созданы все условия в Славянске на Кубани. То есть и оборудование, и судейский корпус очень хороший, который проводит эти соревнования. Керченские спортсмены были очень рады приехать на эти соревнования, побороться с другими участниками за победу, найти новых друзей. Настроение прекрасное. Доехали хорошо, с удовольствием приехали. И будем приезжать, будут приглашать. Уже много познакомились. Это для нас очень большой праздник, выезды. Поэтому настроение очень хорошее. И я думаю, будет еще настроение будет и будет хорошее. А побороться, да, покажем себя, что мы можем. Мы поучимся у ваших, что они могут. Поэтому, я думаю, все будет замечательно. Наш муниципалитет был представлен весьма достойно. Славянские спортсмены с ограниченными возможностями здоровья имеют все необходимое, чтобы тренироваться и поддерживать хорошую форму. Пообщаться со своей командой, пообщаться с другими командами. Общение и прекрасное времяпрепровождение. Очень хорошо все для адаптивного спорта. И залы, и бассейн, и стадион, который возле речки. Все прекрасно. Соревнования прошли в дружественной обстановке и на высоком уровне. Участники получили большой практический опыт и незабываемые эмоции. По итогам состязаний славянская команда завоевала одно первое, четыре вторых и пять третьих мест. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События».